Магомед Сусранович Бустанов В работах художника должны быть его мысли, переживания, умение видеть красоту в простых вещах, как замечает ее мастер в любимом им пейзаже. В любом пейзаже можно находить что-то интересное. Надо только поискать, изучать, думать. Вот чем привлекает, допустим, камень какой-то и жить. Что за камень? Ну, ты думаешь, когда упал этот камень сюда сотни лет тому назад, со скалы сорвался, как он детей сюда. Кто-то сидел на этом камне, кто-то обедал, кто-то любовался. За камень. Ну, как любят разные люди. Как люди, и камни разные. Деревья разные. У каждого пейзажа свой кусочек поэзии. В каждом уголке пейзажа есть. Но это пейзаж надо передавать. Осенняя природа с ее богатством красок – это то, что невозможно не любить, говорит Магомит Бостанов. Многие в этом времени года замечают угасание. Для меня же в осени видится спокойная величавая красота. В работах художника окрестностей Петербурга с его имперской архитектурой – тихие реки Подмосковья, пейзажи Дамбая, любимой Тиберды, Махара. И сегодня он ходит на этюды, забирается в горы, притягивающие своей красотой и особенной тишиной. Вот по таким пейзажам тосковал мастер в Средней Азии. Мечтал вырасти и увидеть родные горы. Это произойдет в 57-м, и пейзажи Кавказа больше его уже не отпустят. Вспоминалось, как в депортации в первом классе нашел единственный карандаш и мучительно захотел рисовать. Затем появились еще три цветных, и радость была безмерна. Когда делал домашнее задание, первым было готово, конечно, рисование. Дома считали увлечение живописью баловством, но не запрещали. Природный дар мальчика заметили учителя, а по возвращении – и ректор вуза в Карачаевске. Открывался новый художественно-графический факультет, и он, будущий студент, сам готовил помещение к учебному году. Все лето помогал строителям, красил стены, не подозревая, что спустя годы они будут украшены его картинами. В них легко считается любовь мастера к жизни, людям, природе. Пейзажи – самое главное – передача состояния природы. Какой день? Пасмурный, солнечный? И чем этот пейзаж нравится тебе? Вот идешь, идешь, сразу посмотрел – ага, там-то какой-то закат, деревья, на фоне дальних гор. Остановился, решил зафиксировать. Вот такие моменты. Состояние в основном привлекает состояние природы. А чтобы передать это состояние, поделитесь немножко своими секретами, что вы используете? Ну, прежде всего, долго наблюдаю, не долго, но некоторым наблюдаю, что в этом пейзаже интересное. Цвет или состояние, или горы. Вот прежде всего, пейзаж – это в основном цвет. Цвет и освещение. Вот пейзаж без освещения, она не смотрится. Вот как освещается горами, какие тени образуются. Сотни километров исходил художник по горам в поисках подходящей натуры. Непочтенный возраст, непогодные условия не стали помехой. А ведь так любимая им осень бывает довольно капризной. Что же толкает Магомеда Бустанова пускаться в путь с кистью и красками? Это неутомимая жажда запечатлеть красоту гор, передать их величественность и близость к людям. Ведь где, как ни в горах, можно обрести гармонию, подышать воздухом, который, кажется, можно ощутить руками? Когда я ухожу, поднимаюсь выше, меньше суеты, меньше шума, меньше разговора. Как бы ты чувствуешь себя наедине с природой? Как бы диалог окружающей природы и со мной происходит мысленно. Я не говорю о этом громко, но я уже чувствую себя хорошо. Потому что пейзаж всегда вдохновлял не только художников. Ну, туристы приезжают. Зачем они приезжают? Ни к чем-то привлекает природа. Природа всегда хороша. Но надо ещё в этой природе найти что-то своё, близкое к тебе, к твоей душе. Ну, в основном это красота. Да, есть пейзажи, конечно, унылые могут быть. Это от настроения художника зависит. Одни художники любят такие вечерние, другие – закаты. Ну, это интересно. Багровый закат, он, мне сказать, успокаивает душу, психологию. Художнику близка живопись Левитана, умевшего находить и показывать неуловимую для многих красоту. Как приверженец реалистичного искусства, Магомед Бустанов ценит работы Серова, как и он старается передать в портрете характер человека. Так, среди выставленных на выставке работ есть портрет бабушки-художника. Он был совсем маленьким, когда она умерла от голода в депортации. Но детская память сохранила силуэт, доброе, мочинистое лицо. Я написал ее портрет карандашом, не смог нарисовать красками. Уж очень тяжелой была ее судьба, говорит художник. В современном искусстве он с иронией относится к эпатажу. По мнению мастера, желание привлечь внимание дешевыми приемами – это дорога в никуда. Настоящий художник должен быть верен нравственным ценностям, убежден Магомед Бустанов. Этому он учит и своих студентов. Вот видя молодых художников сейчас, даже вот ваши студенты есть, да, и в окружении молодых художников, они вообще другие? Или нет? На них информации очень много негативно поступает, да? Они же очень восприимчивые. Все, что видят, все, что показывают, они как-то больно-невольно влияют на них. То, что по телевизору показывают, то, что какие-то отвлеченные работы показывают. Ну и тоже время некоторые не очень воспринимают, но многие на это откликаются. На младшее поколение, для детей, это сильно отражается. Есть ли вообще решение этой проблемы? Трудно сказать. Время сложное, техника растет, цивилизация, куда идет, сами не знают. Вот, лет 20 назад, что у нас было? У нас была одна печатная машинка. Сейчас у всех компьютеры там, мобильники. Все равно природа остается, как природа. Если люди оторваны от природы, не общаются, дети особенно, конечно, они теряют свой вкус к природе, к реалистической жизни. Но Магомед Бустанов остается оптимистом. Он рассказывает, что при приеме студентов видит, как у многих горят глаза. Есть и такие абитуриенты, которые после беседы осознают, что обучение в Институте культуры и искусств не для них. Чувствуют у себя отсутствие дара, а главное – трудолюбие. Но если есть желание и настойчивость, успехи обязательно будут, говорит преподаватель. Живописец должен развивать наблюдательность, замечать малоуловимые детали, особенно, когда это касается изображения природы. Петя должен чем-то захватывать художника, затронуть его душу. Это шум ветра, шум водопада, пени птиц. Это все на природе происходит. Вот это все настраивает на пейзаж. Тут, конечно, в основном подбираешь цвета. Вначале можешь подбирать их на палитре или сразу можешь их намечать. Отношение земли к небу, да, дальние горы, близние горы. Вот в пейзажах всегда есть композиционный центр, который привлекает смотрителя, художника. Вот этот центр может быть на переднем плане, на втором или на третьем плане. Вот из этих позиций. Вначале идешь, первая задача – выбор мотива. Ходишь, ходишь, час-полторы ищешь. Ага, остановился. Вот этот мотив мне нравится. Чем нравится? Значит, там какие-то освещенные горы или передний план, освещенная поляна с цветами. Вот эти моменты. Когда вот мотив найден, тут уже дальше легче организовать работу. А вот по поводу мотива. Хотелось бы вас спросить, вот чем вы вдохновлялись, когда писали вот эту картину? Художник Атаев на этюде. Да, есть такой художник, он не сработал раньше. Ну, мы с ним выехали туда, горы, поднялись. Смотрел, он как-то увлекся интересно, расставил ноги, пишет этюд. Я решил ее зафиксировать на фоне пейзажа художника Атаева. На фоне тибердинского пейзажа. Это решка теперь найдет. Осенний период – цветение. У Магомеда Бустанова юбилей. Он окружен учениками, любящими семьей, коллегами, почитателями. Но главное с ним по-прежнему – кисти и краски. Будет его 80-е лето, а значит мастер опять пойдет на этюды.